Байкал Севербайкальский район, всем привет! Наконец-то я у вас. Меня зовут Никита Суханов, если кто не помнит. Программа по районам. И сейчас мы будем знакомиться с моей соведущей Леной. Погнали! Привет, Никита! О, Лен, привет! Ну что, как ты? Отлично! Я заряжена, хорошее настроение, все круто. Отлично! Тогда сегодня ты приветствующих гостей наших. Всем привет! Это программа по районам. Я Лена, это Никита. И мы сегодня в Севербайкальском районе. Ну что, погнали! Живописные пейзажи, свежайший воздух, совсем другой Байкал и поистине исторические места – это Севербайкальский район, второй по площади и один из самых труднодоступных районов республики. Здесь вы познакомитесь с историей БАМа, прочувствуете на себе прелесть термальных источников, побываете на самом севере Байкала и проникнетесь культурой эвенков. Вы готовы? Давайте начинать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не успели мы начать программу, как с нами решила познакомиться гостья этих мест – Манюня. Любительницы конфет, печенья, да и фотографий, судя по всему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас приехали в уникальное место, и Лена, к сожалению, из-за дождя решила пока поберечь свою прическу, но вот я встретился с Верой Васильевной, хозяйкой этих мест, и, Вера Васильевна, расскажите, пожалуйста, где мы и что здесь вообще происходит. Мы находимся в Губе Айяя. Это государственный заказник федерального значения. То есть вот выступили на берег и сразу оказались заказники. Акватория не наша. А вся вода, которая внутри заказника, озера, реки – все это охраняется нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, помимо того, что очень красиво, очень далеко от Сейробайкальска. Это не очень далеко по нашим меркам, всего 40 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По водной глади. По глади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По глади. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы ехали до вас, шли, как говорят мореплаватели, 40-50 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это очень быстро. Это очень быстро. Бывает, что и полтора, и два часа. Бывают разбитые головы, ноутбуки, омлет из 90 яиц. Всякое бывает. Вот наш заказник организован-то, по сути, из-за озера Фролиха, где водится уникальная рыба Даватчан. Вот мы ее и охраняем. Ну, и попутно все живое, всю растительность. В общем, стараемся. Уникальное место. Само по себе озеро очень красивое. Кроме того, там на притоке правой Фролихи есть еще водопад. Людей очень много его посетило. Говорят, что видели водопады больше, но красивее не видел никто. Мы к вам летом приедем. Все, я счастливе, все расскажу. Так что все, спасибо вам огромное. Хорошо. Приезжайте. Очень вкусный чай попили. Так что мы погнали обратно 40-50 минут по глади. Хорошей вам воды. Спасибо. Ну что ж, друзья, пока Никита там где-то находится рядом с лодками, я решила вас немножечко просветить по поводу истории Севербайкальского района. И в этом мне поможет Надежда Сергеевна. Добрый день. Обзор на экскурсии начнем, конечно, с чудесного мира Севербайкалья. Здесь представлены животные, птицы, которые бегают в наших лесах, которые плавают в наших озерах и реках. Смотрю, здесь какой-то очень интересный, раритетный предмет. Расскажите, пожалуйста, про него. Это предмет поясного костюма шамана. К основным верованиям ирингов относится, конечно, шаманизм. Этот предмет найден нашими местными жителями на самой северной точке. Так, вот этот предмет найден тоже нашими местными жителями. Как просто квашено. Фото-ружье. Можно сходить на охоту. Это «Зенит». Всем известная марка фотоаппаратов, но с большим объективом. Очень круто вообще. Такое я вообще первый раз вижу. Сами первый раз его увидели в прошлом году. Вот эти все предметы нам были переданы в музей, в дар от местного жителя Федорченко Юрия. Он занимается глубоководным плаванием. Достал он с дна устья реки Кичера. Бивни мамонта. Вот то, что темные, привезем нам в Цикуте образец. А то, что светлые, найден гора, седло перед сырым молоконом. Тоже нашими местными жителями. То есть мамонты у нас ходили. Бамовская стилистика прям. Вот в таких вагончиках жили строители Байкалово-Мужской магистрали, по которой мы сейчас можем путешествовать. А вот в таких вагончике могло жить одна-две семьи. Отапливались буржуйкой. Стены вообще картоном обшивались для утепления. Жили очень дружно. Все ехали сюда на Бам за романтикой в основном. За любовью, за Вирикой. Конечно же. Прямо чувствуется, что здесь все пропитано романтикой. И прям дух парит в воздухе. Бамовский. Здесь Верхний Ангарский острог, я так понимаю. Да. В этом году празднуется огромное событие. 375-летие первого освоения первого острога на территории современной Бурятии. Это Верхний Ангарский острог. В общем, я смотрю, что у вас здесь действительно очень хорошо подчеркнута межрасовая дружба. Конечно. Видите, мы соединили все 15 республик Советского Союза, которые принимали активное участие в строительстве Байкала-Мужской магистрали. Вообще в строительстве принималось 77 национальностей и наций. Вот я это как бы все знаю вообще. Потому что я очень трепетно отношусь к истории. Мне просто пора бежать за Никитой, иначе он сейчас куда-нибудь уйдет, и я его потом не найду. И вот я побежала, отправлю обязательно его к вам на 3 часа, как минимум, чтобы был заряженным и был готов к этому разговору. Мы будем рады видеть вашего Никиту. Идите его, ищите. Отправлю обязательно. Приезжайте к нам в гости еще. Все. Спасибо большое за информацию. Друзья, на улице плюс 5 градусов, а у меня здесь плюс 40, представляете? Потому что я в Кокусах. Это термальные источники, одни из лучших в республике. Плюс здесь есть водоросли, которые помогают прицелить их. Ну, мне они пока не нужны. Поэтому в целом люди сюда приезжают со всей республики, со всей России, чтобы подлечиться и просто наслаждаться. Что я и делаю, в принципе, как говорится, на чиле на кайфе. Кстати, вода на этом источнике реально работает. В ней очень много сульфата, натрия, кальция. И действительно, все туристы, которые сюда приезжают, берут ее просто литрами с собой для того, чтобы потом дома исцелять свой организм. Ребят, ситуация следующая. Мы должны были сейчас вечером после Кокусов ехать домой, как бы спокойно в гостиницу и с утра уже на другие локации. Но дождь... Почему? Вот по прогнозу погоды у вас 7 дней солнца. Приезжаем, тут дождь, шторм, и мы никак на катере не вернемся назад. В общем, несколько локаций мы пропускаем. Вместо этого решили вам компенсировать фотографиями из Мальдив. У нас должны были быть не менее яркие локации, водопады и прочее, но... Ни в одно еще место мы должны были съездить. Надеюсь, что мы с утра поедем все-таки, поедем, как говорит наш капитан дальнего плавания, и окажемся на большой земле. А это дом музея Швецовых. Внук Александр еще мальчишкой начал собирать разные экспонаты, и когда дедушке ветерана войны не стало, решил увековечить его память и сделал в его доме музей, куда и поместил все собранное. Ребят, сейчас мы находимся в Киндигирской основной общеобразовательной школе, и будем вместе с ребятами играть в национальные и венкийские игры. Они уже профи в этом, они каждый день почти этим занимаются, но мы готовы дать бой. Вы знаете, что мы тоже, как говорится, не пальцем делали, да? Рассказывай, что это за игра. Это игра Неру Хариус. Так. Ну, вытягивай руку. Сейчас я поставлю на 20 сантиметров выше. 20 сантиметров выше, получается, я должен допрыгнуть. Если я допрыгиваю 20 сантиметров выше, ты тоже допрыгиваешь 20 сантиметров выше, мы увеличиваем. Кто выше прыгнет в длину, в высоту. Да. Все нормально, все под контролем. 50. Я в такое ни разу в жизни, честно говоря, не играл, поэтому аутсайдер в этом состязании. Но просто так мы не сдадимся. Итак, мой черед. Опробуем следующую эвенкийскую игру. Миша, расскажи, пожалуйста, мне, как играть в эту игру. Первый раз буду играть. У нас тут есть два копья. Нерпа вылезает из воды. Она, получается, в этой игре сильно раскручена. Мы должны попасть в нее и поднять вверх. И тогда будет считаться, что мы поймали Нерпа. А как сама игра называется? Кумат-кан. Ну, давай попробуем. Ух ты, какой вещь. Это все мое. Все. К такому меня жизнь точно не готовила. Радует только то, что медведь не настоящий. А эта игра называется «Адали комароев». Здесь когда-то давно охотник не смог копьем поразить медведя насквозь. И он держал копье внутри медведя. И если бы он его вытащил обратно, то тут же медведь его бы, как говорится, и съел. Вот сейчас мы будем играть. И нам нужно будет, как говорится, вытолкнуть за круг соперника. Мой соперник – медвежонок. Хочу отметить, что это традиционные эвенкистские игры. Все они берут свое начало от промысла предков и носят не только развлекательный, но и практический характер. Ура! 2-1. Спасибо, медвежонок. Ты в лес? Так, ну что ж, мы сейчас будем играть в финальную игру «Довачан». Я надеюсь, что я тебя обыграю. Не подведу своего напарника Никиту. Кто-нибудь нам посчитает? Раз, два, три. Погнали! Давай, ль gaveу, ль? Льboys, ль 이� в errand! Давай, льва. Давай, льва. Льqing, льва. Ль archives. outta с Speak. Ладно, было приятно с тобой поработать, ты молодец, реально крутой, знаешь свое дело Ах, как жаль, что я проиграла Молодец Прости Ну, ладно, погнали, учить тебя буду еще Поехали Ребята, посмотрите, почему я в такой красивой куртке Потому что настало время занимательной информации Во-первых, посмотрите, лодка Тут подобие катера или что-то такое Почти у каждого дома, где мы находились в Серебайкальском районе Постоянно есть что-то связанное с водой и с Байкалом Спасательные круги, рули, катера А второй факт, это то, что Серебайкальский район и город Серебайкальск Это две максимально автономные организации То есть у каждой из них есть глава И они взаимодействуют тут на таких равных условиях, представляете? Здравствуйте А? А вы же Никита, который программу по районам ведет? Да А можно вас? О, иду Здравствуйте Пожалуйста, спасибо Добрый день Я думаю, что это не просто совпадение У нас сегодня открытие гостиницы Мы рады вас приветствовать Мы рады гостям Приезжайте к нам на Северный Байкал Ну что, поели Отдохнули Пора дальше в путь Лен, расскажи, вот зачем ты меня разбудила Куда ты меня привела Я вижу, что здесь написано, что это самая северная точка Но расскажи подробнее, как место жить Если ты приехал на Северный Байкал Тебе, разумеется, нужно побывать на самой северной точке Байкала Потому что это, по сути, своей точка, в которой заканчивается Байкал Потому что вот с этой стороны Байкал Здесь протока реки Кичера А там уже верхний ангарский сорт И вот эта стела, она выполнена в виде компаса Видишь, здесь направление сторон А, да, четыре стороны света Да, и вот все путешественники, которые сюда приезжают Для них это такое очень важное место И все постоянно сюда приходят, подпитываются И с духом идут дальше в путь Так, все, тогда нужно сейчас подпитаться немножко, да? Да, вместо силы, недавно говорят Еще Главное, долго здесь не стоять, а то можно замерзнуть Да, а то подзарядишься воспалением легких Да Все, пойдем Ну что, подсогрелось? Или для тебя это, в принципе, обычная температура? Ну знаешь, я уже привыкшая, а я же местная Поэтому мне вообще нормально Тогда у тебя даже вот щиколотки голые Даже я просто куртку уже сняла, потому что настолько комфортно И хорошо Я в подштанниках, в шульстяных носках Здесь вообще в трех кофтах И Лена Да, это тебе не твой город Да, ну, конечно, далеко до Мальдивов А, ну да, кстати, ты про них сегодня говорил А у нас, между прочим, посмотри в ту сторону Так, кусты Там, между прочим, у нас находится остров Ярке Это узкая песчаная полоса длиной 11 километров Песок не хуже, чем на Мальдивах Ширина где-то 150 метров Посередине лес И туда каждое лето приезжает куча туристов Там получается офигенский загар Даже лучше, чем в Таиланде Они защищают Байкал от верхнеангарского сора И таким образом получается, что мусор сюда не проходит И местные жители очень сильно борются за сохранение этого острова Чтобы он не исчез Потому что если он исчезнет, то действительно Байкал засорится Ну вот сейчас стало как-то теплее сразу Душа и от чая И от этой истории про ваши Мальдивы Поэтому я предлагаю вот на такой ноте подвести итоги выпуска Я очень рада, что ты приехал И очень классно, что мы поездили везде Я сама испытала массу впечатлений Несмотря на то, что я местный житель Все равно не так часто бываю Лена молилась, когда мы ехали вот сейчас с Хакусов С этой плохой погоды на катере Она прям, я смотрю, закрывает глаза, ты что-то Хотя, говорит, я на катере неоднократно ездила Мне, конечно, я была на Хакусах не раз Но никогда не была осенью И вот благодаря тебе я туда попала Благодаря тебе я попала в этот шторм Испытала эти ощущения Посмотрела на желтые краски осени Благодаря мне ты больше никогда не поедешь осенью на Хакусы, мы поняли Почему? Поеду То есть я такая Здравствуйте, добрый день А второй сезон по районам никто еще не отменял Ладно, ты местный житель Вот я лучше расскажу какие-то такие свои ощущения Потому что для меня чуть-чуть было сложно в плане передвижения Потому что сначала на катере Потом, ну, очень длинный такой вытянутый у вас район То есть мы от одной точки вот так едем, 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 едем Очень долго, потом обратно И вот так во все стороны Чуть от перемещения, конечно, я подустал Ну, у меня были как-то такие очень много положительных эмоций Так смешанных, вот как из-за перемещения Поэтому очень круто Мне понравилось в Рыбакайском районе И я знаю, что мы еще очень много всего не посетили И нам обязательно нужно вернуться Обязательно, да Либо зимой, либо летом Лучше зимой Окей Если я один приеду без программы Сопровожу Все, блестяще Главная цель выполнена программой Так что это была Лена Это Никита С вами была программа по районам Участвуйте с нами, это круто Всем пока 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»